Краснокнижного аиста в свободный полет. Птицу выпустили на волю сотрудники зоосады Преамурский. Еще полгода назад изможденного и больного пернатого принесли дачники из села Виноградовка. Все это время за ним ухаживали. Но настала пора возвращать окрепшего аиста в естественную среду обитания. Как это было, увидела Елизавета Юрова. На проводы собрались, кажется, все пернатые и неугомонные утки, и даже гордый орландс высоко наблюдает за вольером краснокнижных аистов. Их двое, бело-черного напарника, также когда-то принесли дачники. Но здесь он прописан на постоянной основе. Здоровье летать не позволяет. Это не волки, это все нормально. Не переживайте, вас не укусят. Второй же сил набрался, да так, что поймать его не просто даже ветеринарам, наблюдавшим за ним с ноября. Смог перенести и истощение, и поражение перьев паразитами. Имя, кстати, не давали, боялись перевязаться. Крылочки посмотрим перед выпуском. Разволновавшегося молодого аиста орнитолог несет будто хрустальную вазу. Медленно и без резких движений. Стресс нужно минимизировать, насколько это возможно. Сегодня у аиста со сложной судьбой как будто бы второй день рождения. Обследования показали. Он готов покинуть зоосад и вернуться на волю. Последний шаг к вольной жизни – переезд на природу. Птица полностью обработана от паразитов. То есть в естественной среду мы обитаем и выпускаем абсолютно здоровую птицу. Чувствуют, что с минуты на минуту предстоит первый после болезни полет. Коробка Сайстом буквально ходит ходуном по салону грузовика. Новый бескрайний дом. Протоки, заливы, болотистые поля в окрестностях села Мичуринское. Перед такими просторами птица мешкается, но делает взмах. Красавец, пошел какой. Конечно, переживали, что не забыл ли он, как это летать, и сможет ли улететь, или надо будет обратно забирать. Поэтому, конечно, очень хорошие эмоции. День начался прекрасно. Я думаю, что это прямо задало позитив. Теперь сотрудники зоосада надеются, что аист легко обоснуется на новом месте. Здесь и круглосуточный шведский стол. Насекомых, рыб и лягушек хоть отбавляй. И увесистые гнезда на деревьях. И сородичи, которые только рады соседству. Елизавета Юрова, Сергей Шульга, Вести, Хабаровск.